Здравствуйте друзья! ZigBee устройства от Sanof пользуются большой популярностью среди энтузиастов умного дома во многом благодаря их доступной цене. Особое внимание заслуживают USB ZigBee координаторы ZB-Dongle P и E, которые часто используют для работы с ZigBee 2MQTT и ZHA. Сегодня мы рассмотрим устройство из категории беспроводных логических контроллеров – ZigBee кнопку Sanof SanZB01P. Эта кнопка предназначена для управления умными устройствами и запуска автоматизаций. Первая версия этой кнопки, как и другие устройства серии, датчик движения, открытия, температура и влажности, имела узнаваемый утилитарный дизайн с квадратной формой и острыми углами. Хотя с этими устройствами иногда возникали проблемы, такие как потеря связи, ложное срабатывание или отсутствие реакции на события, их низкая цена обеспечила им широкое распространение. Наш герой обзора обновлен как внешне, так и внутренне. Изменения коснулись дизайна, аппаратная составляющая и даже элементы питания, все стало иным. Прежде чем мы погрузимся в изучение новинки, я хотел бы попросить вас поддержать это видео лайком, это поможет его найти большему количеству людей увлеченных в тему умного дома. Если вы еще не подписаны на мой канал, сделайте это сейчас, чтобы не пропустить интересные обновления и обзоры в будущем, ваша поддержка очень важна. Тип устройства, беспроводная кнопка, модель Sonoff Sense ZB01P, интерфейс ZigBee 3.0, чип EFR32MG22. Питание CR2477, заявленный срок службы от одного элемента 5 лет. Нажатие Single, Double, Long. Крепление, магнитная основа, двусторонний скотч. Размер 45х45х17, 7 мм. Вес 27,8 грамма, диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 60 градусов Цельсия. Поставляется устройство в небольшой коробке оранжевого цвета, характерного для ZigBee устройств Sonoff. На фронтальной части находится схематическое изображение кнопки в виде двух кругов, а чтобы не возникало сомнений, под ними есть подпись. На задней стороне указаны краткие технические параметры, о которых я уже сказал. В коробке, кроме кнопки, нашелся небольшой буклет инструкций и пакетик с креплениями и наклейками. В комплекте с кнопкой идут шесть наклеек с разнообразными пиктограммами. Они облегчают идентификацию ее функций в зависимости от использования. В плане крепления в наборе предусмотрен двусторонний скотч и металлическая подставка с саморезом для монтажа на стену. Благодаря магнитному креплению, кнопка легко фиксируется на этой подставке. Несмотря на миниатюрный размер, текст инструкции написан более чем на десятки разных языков. Информации немного, но достаточно для того, чтобы разобраться с основными функциями. Как вы видите, при разработке второй версии санов решили отказаться от квадратной формы и острых углов. Кнопка теперь имеет классическую круглую форму, но главное отличие в используемом модуле. В сердце сензи B01P лежит мощный модуль EFR32MG22 от Silicon Labs, который приносит ряд значительных преимуществ. Во-первых, благодаря высокой энергоэффективности он обеспечивает улучшенную продолжительность работы от батарей, недаром производитель заявляет 5 лет работы от одного элемента питания. Во-вторых, высокая производительность и достаточный объем памяти EFR32MG22 гарантируют, что кнопка Sonoff Sense B01P будет быстро и точно реагировать на команды пользователя, не вызывая задержек или прерываний в работе. Сзади кнопки расположена съемная крышка батарейного отсека. Открыть ее можно, повернув вокруг оси, для чего в центре крышки предусмотрен удобный паз. Производитель предусмотрел защиту батареи от разряда во время транспортировки, для этого в отсеке установлен специальный вкладыш. Открываем крышку и извлекаем его из под батарейки. Ее отсек находится не по центру, а немного сдвинут в сторону, такое кстати часто встречается среди подобных устройств. В основании крышки с внутренней стороны встроен магнит, который способен удерживать кнопку на металлических поверхностях. Для этого можно использовать или комплектную подставку или например поверхность холодильника. Батарейка, кто не знал, ее маркировка обозначает размер. CR2477 говорит о том, что диаметр батарейки 24 мм, а толщина 7,7 мм. Слева от нее находится более привычная CR2450, которая используется во многих датчиках умного дома. После установки батарейки, кнопка переходит в режим подключения к шлюзу. Для сравнения я взял еще одну беспроводную кнопку круглой формы, которая используется во многих системах умного дома от сяоми. Она имеет чуть больший диаметр, но при этом чуть ли не вдвое тоньше, сказывается использование батарейки CR2032, теперь вы знаете что значат эти цифры. Кнопку первой версии от санов я не нашел, хотя она у меня совершенно точно была, если честно не помню куда я ее подевал. Но даже по такому изображению разница бросается в глаза. Кто думает, что по ее центру сканер отпечатка пальца? Нет, ее тоже надо нажимать. Логическую часть начнем с штатного приложения Evalink. Так как это Zigbee устройство, нам нужен шлюз, у меня его роль выполняет интерактивная панель Sonoff NS Panel Pro. Ссылки на видео про нее в описании. Кнопка после установки батарейки сама переходит в режим подключения. Если надо это сделать вручную, то удерживаем маленькую кнопку на ее торце, пока не начнет мерцать светодиод. Шлюз обнаруживает и подключает ее. Плагин самый простой, тут есть индикатор состояния батареи и история нажатий. Текущая версия прошивки 2.2.0, она же последняя. В автоматизациях кнопка может участвовать как триггер для запуска какого-либо действия. Она поддерживает три варианта нажатий, одиночное двойное удерживание. Держим кнопку нажатой, пока не мигнет диод, это событие удерживания. По опыту скажу, что многие устройства Sonoff нормально работают в ту eSmart. Бывают некоторые нюансы, такие как лишний канал управления у реле, но в целом это не мешает пользоваться устройством. Поэтому я решил проверить и героя обзора. И действительно, кнопка обнаружилась шлюзом и подключилась, однако несколько неожиданно в виде выключателя, причем судя по картинке с тремя клавишами. В плагине выяснилось, что все же клавиша одна, но главная проблема в том, что выключатель или реле, это исполнительное устройство, которое получает команды на включение и выключение, а кнопка это триггер, который может только отправлять команды. В автоматизациях ту eSmart ее использовать не получится, так как тут в триггерах есть только состояние включено-выключено, что нормально для реле, но бесполезно для кнопки, которая отправляет события нажатия. Теперь проверим альтернативные системы управления. Для Home Assistant их может быть несколько. Начнем с штатной интеграции ZHA. Роль координатора у меня выполняет USB ZigBee Stick Sonoff ZB Dongle E. Кнопка подключилась и даже определилась корректно, я имею ввиду название производителя и модели, это обнадеживает. Из объектов тут имеется сенсор уровня заряда и кнопка идентификации, еще есть две скрытых сущности, но они чисто технические, для применения в автоматизациях не нужны. Идентификация, работая, при ее нажатии на кнопке загорается светодиод, это поможет найти конкретное устройство среди нескольких одинаковых. Несмотря на то, что тут нет объекта, который будет менять свой статус при нажатии на кнопку, тут есть события, вы видите их перед собой. Слева направо одиночное и двойное нажатие и удерживание. Нечто подобное мы уже встречали, например, у кнопки для Tuya Smart, обзор которой недавно вышел у меня на канале, ссылку оставлю в описании. Но в ее случае у событий были еще идентификаторы, а тут их нет. И если в случае с событиями имеющими свои идентификаторы их можно было применять в автоматизациях, то в нашем варианте такой возможности нет, по крайней мере явной. Я провел некоторый поиск, но вразумительного ответа не нашел. Если у вас есть положительный опыт в решении такой задачи, напишите в комментариях. А мы перейдем к ZigBit OmQTT, у меня установлена актуальная на дату видео версия 1.33.2, координатор USB ZigBit Xanoff Zabodong Lp, прошивка от 7 мая 2023 года. Кнопка поддерживается штатно, конвертеры не нужны. Все подключилось нормально без проблем. Как и другие подобные устройства с автономным питанием на батарейке, кнопка является конечным устройством, то есть не может передавать через себя данные от других узлов сети. Тут есть объект Action, в котором и будут отображаться события нажатия на кнопку. Есть два индикатора для состояния батареи, уровень заряда и сенсор разряда, который включится когда ее нужно менять. Напряжение на батарее и уровень качества связи. Вот они уже в Home Assistant через интеграцию MQTT. Часть объектов скрыта, но при желании вы можете их активировать. Тут никаких проблем с автоматизациями нет, так как все события, которые называются Single, Double и Long, приходят в объект Action. Применение совершенно стандартное, как и у других подобных контроллеров. В целом кнопка мне понравилась, симпатичный дизайн, удобно нажимать, хороший отклик. При удерживании загорается светодиод. Магнитное крепление тоже плюс, так как есть выбор между двусторонним скотчем, подставкой и установкой сразу на металлическую поверхность. С точки зрения поддержки лично для меня ключевым является ZigBit MQTT, там проблем нет. Хотя думаю, что и для ЗХА проблему тоже скоро решат. На этом все, надеюсь что мое видео было вам полезным и интересным, буду благодарен за ваши лайки, это способствует продвижению на YouTube. В описании под видео вы найдете ссылки на магазины, где можно купить эту кнопку, на видео, которое я упоминал, а также на мой телеграм-канал, страницу в фейсбук и группу для общения по вопросам умного дома. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира! Субтитры сделал DimaTorzok